МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня будем говорить о проблеме с мусором на Южной бережье. Чем грозит загрязнение устья реки бытовыми отходами в Ялте? Как бороться с мусорными свалками в курортных городах? И насколько остро стоит в аннексированном Крыму вопрос вывоза твердых бытовых отходов? Мусор из Ялты продолжает складировать на склонах холма Адар-Сан вдоль притоков реки Быстрой, которая течет через центр города. Как пишет крымское здание примечания, бытовые строительные отходы, ртутные лампы, тысячи тонн грунта высыпают над городом. Истоки отсюда текут через весь город и впадают в море возле пассажирского порта. Продолжает работать станция перегрузки, мусора закрыта ранее. И сегодня верховья реки катастрофически загрязнены, сообщает издание. Насколько ситуация действительно катастрофическая, спросим у крымской активистки, эколога, члена организации Общероссийский народный фронт Татьяны Радиной. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро. А что там происходит на склонах Алма-Дар-Сан? Действительно продолжается свозить туда мусор или нет? Знаете ли о ситуации? Дело в том, что ситуация, как мы говорили ранее, с Гаспринской свалкой, которая сегодня является собой тоже элемент экологической катастрофы. Потому что все пытаются забыть о том, что там находится скотомогильник, который сегодня из-за ползневых процессов трещит по швам. А это эпидемиологическая, будем говорить так, катастрофа, которую ожидает Ялтинский регион. То же самое происходит и с, будем говорить так, местами, излюбленными местами посещения Чехова и Книпер, будем говорить так, дарсановскими склонами. Мало того, что это все продолжается, это все продолжается под, будем говорить так, наблюдением надзорных органов и, в частности, экологически, будем говорить так, этих персоналей. То есть сегодня надзорные органы Министерства экологии города Ялты, мне кажется, даже напрямую принимают участие в кураторстве по сокрытию данного преступления. Потому что ни для кого не секрет, что индульгенция, которая была дана некоторой фирме рекультивации, которую мы пытались, в общем-то, мы снимали транспортные средства, которые выбрасывали без каких-либо разрешительных документов, мусор. Но поймали, быстренько отрапортовали, поймали какого-то случайного, будем говорить так, несчастного участника, будем говорить так, этих же злоключений. Но фирма осталась, ну, что называется, неубиваемая. Очень жаль, что это все происходит, но это происходит осознанно. То есть об этом знают, начиная, и власти Крыма. Поэтому мы сегодня, ну, очень озабочены тем, что мусорные преступления сегодня стали источником исключительно добычи денежных средств. И культурная сторона, будем говорить так, это туристическая сторона региона, сегодня откинута просто на затворки. Вы упомянули фирму рекультивация, ей принадлежало по документам, которые были в СМИ, подписанным Ростенко, да, около пяти гектаров земли и возле перегрузочной станции, как мы понимаем, которая была в 2016 году закрыта. Работает ли она сейчас? Ну, на сегодняшний момент в рамках вот рекультивации, фирмы рекультивация происходит просто обыкновенный свал мусора и строительного и разного на эти территории. То есть, типа, изобретена такая немудреная форма, когда под благородным порывом рекультивировать территорию и высадить, как нам рассказывали там, сады Семирамиды, осуществляется обыкновенная деятельность полигона. Ну, у нас это, в общем-то, в Крыму модно. У нас куча свалок, которые в районе Альминской долины. Обыкновенные свалки распоряжением главы Салмина становятся полигонами. Причем для этого не нужны никакие документы разрешительные. И это, то есть, никакие проекты, никакие этот. Просто навсего волевое решение, и, знаете, свалка плавно превращается в полигон. То же самое сегодня происходит с уничтожением Дарсанской долины. И, будем говорить так, реки русло быстрое. Выходит, что... Парововой экологический нигилизм сегодня просто процветает под эгидой, будем говорить так, экологических структур. Если грунт будет продолжать засыпаться на эту несанкционированную свалку, и она не будет рекультивирована, чем это грозит Ялте? Ну, я уже вам сказала, что Дарсан – это один из крупных, будем говорить так, мусорных, сегодня уже таких несанкционированных полигонов. Это двигается... Там находится свалка, двигаются скотомогильники. То есть это экологическая катастрофа, это... Ну, вообще-то, если говорить о нации, о здоровье нации, о сегоднях задачах, поставленных президентом, социальной направленности, здоровье людей... Это критическое уничтожение нации, осознанное, и подрыв, будем говорить так, поставленных целей президента. Вот, полный саботаж. А грозит это уничтожение... Ну, это здоровье нации. Ну, что, о чем говорить? Мы, я уже не говорю о памяти, о культуре, о возможных рекреационных возможностях региона. Ну, не знаю, у меня болит душа, это называется беспределом, но когда его остановят? И будет ли потом шанс у населения выжить в этом экологическом дерьме, которое сегодня ежедневно усугубляется? Я не знаю. Вы говорили о Гаспринской свалке, да, немножко подробнее можно уточнить? Вы говорили когда-то в нашем эфире о том, что фильтрат от этой свалки, да, представляет угрозу. И что в процессе эксплуатации построена вот эта вот система перехвата и сбора фильтрата неэффективна? И вот что сейчас там происходит? Ничего не происходит. Оплодневые процессы. Сегодня углубляются разрывы, движение оползня медленно, неотвратимо продолжается. Мер по его остановке не предпринимается никаких. И только дает сегодня трещины, уничтожено ограждение скотомогильника. И по периметру его строения уже заместные трещины. То есть все то, что ранее было скрыто как опасный биологический материал, грозит вырваться вместе с возможными селевыми потоками, и как сложатся природные погодные условия, на головы бедного ПГТ-ГАСТР. Вы говорите о том, что процессы разрыва продолжаются, становятся больше. По оптимистическим прогнозам, сколько вы даете на нормальное существование этой свалки? Это неопротивы, это однозначно. И они идут, и это уже признали и сами, будем говорить так, руководители экологических. Даже уже были публикации из крымских. Но тем не менее, у нас же не могут быть наказаны те, кто это сделал. Я так понимаю, что сейчас быстренько пройдут кадровые рокировки преступников, которые допустили это, пересадят на другие кресла. А потом будут говорить, ну кого наказывать. И поэтому у нас как? Гром не грянет, мужик не перекрестится. Сколько? Ну может быть год, а может быть завтра. Но вопрос заключается в том, что то, что происходит на Гаспре, оно неотвратимо и неизбежно. Потому что на сегодняшний момент вместо рекультивации его перегрузили строительным мусором. У нас мусорная тема – это исключительно тире деньги. И поэтому конечный результат, на который нацелены должны быть денежные средства и решения, он не достигается. Он достигается только тем, насколько они в кавычках освоены подрядными организациями. И как у нас сегодня это модно в этот выигрывать тендеры, кластеры и все остальное. У нас идет игра слов и, мягко говоря, тирение денег на экологической беде. А о каком объеме средств идет речь? Возможно, приблизительно. Ну это десятки миллионов. Нас умеют осваивать, поверьте. Аппетиты растут с каждым днем. Это, знаете, как болезнь – яма желудка. И у нас очень больные чиновники. У них яма очень глубокая. Поэтому сегодня это уже исчисляется десятками миллионов. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям… Я понимаю, что все мутарственное, маякинтя. Напомните нашим слушателям, вот сейчас официально открытый полигон для Южной Бережьи – это какой? Куда свозится мусор? В Белогорск? На сегодняшний момент официально открытый полигон, который действует, он захвачен рейдерами. То есть рейдер работает по документам организации, которая, в общем-то, уже полтора года борется за свое существование. Люди обращаются в суды, потому что их, ну, как, работа невозможна. Ну, и в связи с тем, что работает фактически рейдер, которого нет, он там не включен в ГРО, но это никого не волнует. Сегодня официальная свалка, которая являла собой, будем говорить так, действительно полигон за 100% пакет документов с проектом, введенный в эксплуатацию, состоящий в ГРО, кстати, запустивший уникальную технологию переработки биогаза на этом сегодня. Ее просто навсего с административным ресурсом вытеснили с рынка. И поэтому говорить о том, что сегодня работает легально, ну, вот эта свалка, да, она является официальной, но работает она под прикрытием, ну, будем говорить так, администрации, ну, правительства Республики Крым, но никак не под законодательным документом. Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была крымская активистка, эколог, член организации «Общероссийский народный фронт» Татьяна Радина. В эфире радио «Крым Реалии». 105,9 FM Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты Ведущая радио «Крым Реалии» информирует крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Говорим о загрязнении устья реки Быстро бытовыми отходами в Ялте. С нами на связи крымский блогер Сергей Псарев. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Татьяна Радина в нашем эфире сказала, что вместо того, чтобы решать проблему с рекультивацией мусора, кто-то зарабатывает быстрые деньги на сбросе мусора в природу и незаконной эксплуатации закрытых объектов, мусороперегрузочный полигон, промзона. Это все соотносится с новым гетпланом города, который вскоре должны в Ялте рассмотреть. И вот проходят ли слушания общественные, поднимается ли среди населения вопрос вот этой свалки на склонах Холма-Дарса? Ну, знаете, я про склоны Холма-Дарса особо много сказать не могу. Я живу в 20 километрах от этого холма в городе Алупка. У нас с мусором, в общем-то, проблем нет. Он вывозится, ввозится, причем не на Гастринский полигон, о котором шла речь. Я, кстати, живу буквально под ним. С него не идет никакой дым, ничего с ним не происходит. Вот он как был уже много-много лет стоит, так и стоит сейчас. Я туда машины, я не замечал, что туда туда заезжал. Вот что на Дарсане, то есть проезжая мимо, нет каких-то запахов, нет какого-то мусора, нет машин, которые туда куда-то бы массово съезжали. Насколько я знаю, наш полигон, то есть Южнобережный, он где-то в саках под Евпаторией. Туда ездят машины огромные, вывозят туда мусор Южнобережный. Какого-то захламления города, тут как Ялты, так и Аллуки тоже я не замечал. Может быть, где-то есть какие-то отдельные проблемы в отдельных контейнерах, местах. Но их решают. У нас даже в Фейсбуке создана масса групп, там позор, черный список Ялты, что-то типа того, где люди в случае чего выставляют посты, фотографии, на которые власти, в общем-то, вы знаете, реагируют. И вот мусор убирается, то есть проблемы какие-то пытаются решить. Мы говорили о проблемах не внутри города, да, вы утверждаете, что таковых не существует, а о проблемах с утилизацией. Я не замечал. Татьяна Радина просто говорила о разрывах на Гаспринском полигоне, поскольку там скотомогильник начинает сползать на город. То есть процессы, по ее словам, необратимы. Вы знаете, глобальные проблемы, их так просто, в обычном взглядом, скорее всего, и не увидишь, конечно, проезжая мимо. Вот я туда не хожу, как бы на эту свалку. Но с виду, пока что, слава богу, выглядит все нормально. Надеюсь, что так и будет. Но, естественно, никакой рекультивации нет, ничего там, этот мусор не вывозят, не трамбуют. То есть никто этим не занимается. Я думаю, что, конечно же, естественно, деньги тратятся сейчас не на свалки, а на мосты там и так далее. Ялтинский мусор свозится частично и в Белогорский район. Как увеличились ли сейчас тарифы за вывоз мусора? И сколько вы платите, кстати? Вы знаете, я не знаю, сколько я плачу за мусор. У меня не заключен договор с Альфатором. Работа Альфатора на южном берегу Крыма – это вообще отдельная тема для разговора. Возможно, я по этому поводу как раз что-то буду в ближайшее время делать. У меня мои друзья, товарищи, которые платят за вывоз мусора в Ялте, они очень жалуются на эту компанию, которая просто занимается беспределом по их словам. И у них есть какие-то подтверждающие документы. А как компания называется? Альфатор. Альфатор Крым. Вот немножко просто подробнее, да, есть у нас пару минут, чтобы вы рассказали, проанонсировали свое расследование. Я, вы знаете, я проанонсировать могу только то, что я буду этим заниматься, потому что поступает очень много жалоб. Вы знаете, вы можете, если интересна эта тема, как оно, можете зайти в Фейсбук, посмотреть по Ялте, как люди на эту компанию жалуются и что конкретно пишут. Вот я просто не могу пока что просто показывать какие-то документы и бумаги, потому что это будет просто все неинтересно. Мне надо, чтобы люди что-то сняли, показали, рассказали. А это довольно, ну, надо подготовиться. Следить за развитием событий. Спасибо вам большое. Крымский блогер Сергей Псарев был на связи с нашей студией. Мы говорим о том, чем грозит загрязнение устья реки бытовыми отходами в Ялте. Как бороться с мусорными свалками в курортных городах. И насколько остро стоит в Крыму вопрос вывоза твердых бытовых отходов. В эфире радио Крым Реали. Напомню, что вы можете звонить нам в студию по телефону 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик, на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крым Реалии. Как говорят люди, складируют отходы на свалках. И ситуация с вывозом мусора непростая на территории Крыма. Неоднократно чиновники обещали привлечь инвестиции для создания полноценных мусороперерабатывающих линий. Но пока этого не произошло. И есть несколько полигонов. Некоторые закрываются. Как нам рассказала Татьяна Радина, крымская активистка и эколог. Полигон Гаспринский закрытый. Там было большое скотохранилище, которое сейчас находится под угрозой разрывов. И переработанные отходы могут стечь на Гаспру. И это возможно в любой момент. Кроме того, закрыт полигон в Мазанке под Симферополем, который до этого принимал отходы со всего города и Симферопольского района. И теперь мусор из Симферополя района свозят в полигон под Белогорский район. Туда же везут отходы из Ялты частично. При этом на самой территории Ялты ситуация не улучшается. Как мы рассказали в начале программы, на склонах холма Дарсан складируются отходы, которые, возможно, попадут в речку, как говорят экологи. А с нами на связи Владимир Астапук, председатель экологического совета в Сочи. Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте. Как бороться, на Ваш взгляд, с мусорными свалками в курортных городах? Необходим ли специфический подход к этой ситуации? И вот, например, из Сочи, возможно, Вы нам сможете рассказать, как происходит это у Вас. Ну, Вы правы в плане того, что должен быть специфический подход в курортных городах. В курортных городах мусоросжигательные заводы строить нельзя по закону, по положению. Конечно, это одно. Отметают некоторые технологии, которые предлагают на сегодняшний день, скажем, и в Казахском крае, и вообще-то на юге России. Сегодняшний день из опыта, скажем, полмира я проехал и был на разных свалках, на разных мусоросжигательных заводах. Конечно, 100% переработки нигде нет. Но, если все это подходить по-хозяйски, то проводя первичную сортировку, глубокую переработку, то до 90% можно использовать как торсырье. Единственное, что можно, скажем, что придется увозить на полигоны разной категории опасности, это 10%. Это при хозяйском правильном подходе. Ну, этого нет на сегодняшний день. Есть у нас и программы, есть у нас вроде бы инвесторы. Но почему-то предлагаются совершенно, скажем, устаревшие технологии, подходы. Народ в этом не участвует. Почему-то отдельные чиновники только решают эту проблему совершенно в этом деле, скажем, не соприкасаясь. В общем, я думаю, что это чисто организационный вопрос. Проблемы должны решать специалисты, а не кто-либо и как-нибудь. Вы говорите, что 90% можно использовать свалок как вторсырье, ведь это еще и выгодный бизнес. Почему, как вы считаете, не развивается именно это направление? Знаете, у нас, когда в России говорят выгодный бизнес, тоже все кидаются и думают, что действительно это там кладь небесная. И когда сталкивается с этими проблемами, сортировки, транспортировки, переработки, так сразу вешается куча разных, скажем, искусственных проблем. С одной стороны тормоз, с другой стороны конкуренция, с третьей стороны непонимание вопроса. Поэтому, как говорили наши отцы, хотя бы все свести на ноль, чтобы не загрязнять окружающую среду и не вредить самому человеку. Хотя бы это на первом начале. Для этого надо, конечно, положить большие усилия. Мы сегодня говорили о загрязнениях микрорайона Дарсан. Это холм, с которого течет, собственно, река, проходящая через центр Ялты. И вот сейчас там уже больше трех миллионов кубических метров бытовых строительных отходов. Такая, как местные называют, уже пирамиды Хеопса организовалась. Вот что вы можете подсказать, как поступать вот в этой ситуации, что делать с этим, со сложившейся ситуацией? В данной ситуации можно что делать? Опыт Олимпиады у нас не прошел. Он на сегодняшний день, скажем, рекультирирована одна свалка, адлерская. А остальные свалки, как частично что-то сделано, частично не хватило финансов, а может даже не дошли финансы. Они так же само, как загрязняли Черное море уже со стороны города, скажем, Сочи, 150 километров, так и загрязняют. Это та методика, примененная во время Олимпиады. Она не годится, нужный подход другой. Что делать в данное время? Первая задача, это, конечно, остановить движение тела свалки. Второе, естественно, улавливать сразу фильтрат. Уже гидроизоляцию там не выложишь, а хотя бы этот яд, который истекает от разложения органических отходов, улавливать и его фильтровать, чтобы не пустить сброс в речку. В речку, а река, конечно, в море. Ну и, естественно, заниматься рекультивацией. В любом случае, если есть финансы, то устанавливать надо обязательно перерабатывающие установки, отсортировать. Органика там же, видимо, давно уже сгнила, а оставшиеся, я имею в виду, пищевые отходы. Остальные, это пластмассы, все остальное, оно, конечно, будет храниться долго. Это надо или закрывать, изолировать, или в конечном итоге просто-напросто проводить сортировку. Это единственный выход. Нужен хозяйский подход. Я уже везде повторяю. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был председатель экологического совета в Сочи Владимир Растапу, который дал совет крымским, ялтинским властям, что можно сделать со свалкой на Дарсане. Я напомню, что сегодня говорили о том, почему загрязняются устья реки бытовыми отходами в Ялте, как бороться с мусорными свалками в курортных городах. И напомню, что на данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако функционировать могут только 9, как говорят, крымское правительство. Ну и в Симферополе обещают, представили недавно проект мусороперерабатывающего завода, но пока о реализации конкретном этого проекта речи не идет. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру каждый день 8 800 10 06 926 044 490 2905. Пишите нам в Твиттере, предлагайте темы своих программ, смотрите наши публикации, заходите на сайт Крым Реалий и читайте наши материалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова